С февраля этого года алматинцам начисление на горячую воду и отопление осуществляется в строгом соответствии с показаниями приборов учета. То есть представители компании Алсека проводят планомерный обход жилых домов с целью снятия показаний счетчиков. Здесь необходимо пояснить каждому потребителю, что теплосети могут принимать показания индивидуальных приборов учета только в тот период времени, что и показания с общедомового прибора учета, так как от этого зависит оплата за горячее водоснабжение. Расчетный период – это количество тепловой энергии, которое было израсходовано потребителям за определенное количество дней и зафиксировано общедомовым прибором учета. Очень часто люди заблуждаются, получая счет в мае месяце, и на лицевой стороне написано «май 2014 года», люди видят начисление за отопление и очень много нареканий в наш адрес. На самом деле, если счеты называются май, то в нижней части питанции указывается расчетный период. Как правило, например, в майском счете могло найти отражение, начисление за период с 22 марта, допустим, до 15 апреля. Поэтому, так как начисление делается месяцем позже, естественно, в майском счете, когда отопления нету, очень тяжело платить за отопление, но это все честно. В настоящее время в городе Алматы установлено 1804 общедомовых приборов учета. ТУ «Алматинские тепловые сети» производит установку таких приборов на условиях рассрочки оплаты в течение одного года. Стоимость установки прибора учета тепловой энергии составляет 399 900 тенге. Данные счетчики предназначены для определения фактического потребления домом тепловой энергии и, соответственно, позволяют производить оплату за фактический объем полученного отопления и горячей воды. «Алматинские тепловые сети» хотели донести до жителей города Алматы необходимость установки приборов учета. Очень много нареканий, очень много ходит легенд, какие-то правдоподобные, какие-то немного надуманные. Поэтому, чтобы развеять эти сомнения, мы хотели довести до сведения жителей, что на самом деле выгода установки приборов учета, она есть. Во-первых, это связано с разницей в тарифах, а это 30% для жителей, у кого нет приборов учета, тарифы выше, нежели у тех, у кого есть приборы учета. По словам представителей алматинских теплосетей, такие приборы учета тепловой энергии помогут жителям не только сэкономить при оплате за отопление и горячую воду, но и выявить проблемы, связанные с инженерными сетями дома и незаконные врезки и использование горячей воды с коммерческой целью. Так, в одном из микрорайонов Алматы небольшая столовая пользовалась горячей водой и отоплением за счет жильцов дома, рядом с которым она располагалась. Увидев в своих счетах огромные суммы, люди обратились в тепловые сети. На месте работники обнаружили незаконные врезки. В настоящее время жильцы и представители предприятия собирают материалы для суда, чтобы обязать владельцев столовой выплатить деньги за пользование горячим водоснабжением. Если больше, чем 270 тенге, то нужно обязательно обратиться в орган управления. Орган управления уже должен инициировать удобное для него время для обследования, чтобы проверить. Потому что бывают и не совсем сознательные граждане, тихоря от жителей, производят самовольные прессы и используют горячую воду для коммерческих целей. И зачастую житель даже этого не знает. Прибор учета фиксирует, а большие платы. Один пользуется бесплатно, а другой житель за него платит. Если вы столкнулись с подобными проблемами или у вас есть предложение для улучшения работы ТО «Алматинские тепловые сети», вы можете позвонить по телефону горячей линии 341 07 77 и оставить свое сообщение. Абонент Специалисты городского коммунального предприятия «Бастау» провели рейд по отключению холодной воды и канализации у должников. Первой точкой стал один из ресторанов, расположенный в микрорайоне «Горный гигант» по улице Жукова. Абонент у нас, скажем, злостный неплательщик. 2 июня мы уже неоднократно отключали совместно с районом, с видимым разрывом. Вот, как сами видите, опять они подключились. Пришлось еще раз повторно отключить с видимым разрывом. На сегодняшний день дебиторская задолженность ресторана за использование холодной воды и канализации составила чуть больше 135 тысяч. А этот ресторан, который расположен по улице Таттибекова, задолжал за коммунальные услуги порядка 253 тысяч тенге. Уведомление о погашении задолженности управляющий заведением получил несколько дней назад. В данный момент потребитель уже оплатил дебиторскую задолженность. Это мы сейчас выезжаем уже повторно. До этого был еще выезд 4 июня с уведомлением, что оплатить. Сейчас в данное время оплатили полностью. По словам специалистов Бастау, задолженность у ресторанов чаще всего возникает из-за халатности управляющих, которые не оплачивают услуги вовремя. Также и владелец этой автомобильной мойки, что находится по улице Алимжаново, задолжал за пользование услуг водоснабжения и водоотведения свыше 200 тысяч тенге. Кроме того, сотрудники автомойки после каждого отключения от холодной воды и канализации самостоятельно подключают все обратно. Данный потребитель нам уже несколько лет в задолженности находится. В июне 6-го мы уже неоднократно предупреждали. В июне 6-го числа уже один раз мы их отключали. Совместный срыв с видимым разрывом. Они вновь повторно подключились. Сейчас мы еще раз отключились с видимым разрывом и установили пломбу. Как пояснили сотрудники городского коммунального предприятия БАСТАУ, в случае, если данная пломба будет сорвана, владельцу автомойки, помимо задолженности, придется заплатить и за испорченную пломбу. Кроме того, специалисты обращаются ко всем пользователям водоснабжения и водоотведения. В случае несвоевременной оплаты за услуги будет произведено отключение. Продолжение следует...